Приветствую всех друзья! В этом ролике речь пойдет про интересную линейку промышленных токарных станков, выпущенной американской компанией Lechman и носящей название Hydratol. Компания Lechman Machine Corporation начала свою деятельность в 1917 году и с самого начала специализировалась на токарных станках для двигателей. Бизнес продолжался в скромных масштабах до 1969 года, когда компания была вынуждена обанкротиться. Часть активов Lechman была куплена на публичном аукционе компании Smith International Incorporation, которая в 1976 году возобновила производство токарных станков Lechman в рамках своего подразделения Drillco. В 1980 году они создали новые подразделения Lechman Division of Smith International Incorporation для возобновления производства модернизированных версий токарных станков Lechman. По состоянию на 2018 год токарные станки Lechman все еще производятся, особенно для нефтяной и сталелитейной промышленности. За все время существования компании было выпущено несколько версий станка Hydratol, которые отличались лишь размерами. Все станки линейки получали название по двум параметрам в дюймах. Это высота центров над станиной и длина станина. Тип станка можно определить по цифре на передней поверхности передней бабки, например 32, что соответствует 32 дюймам или 812 мм. Скорость вращения шпинделя была у всех одинаковая, от 10 до 600 оборотов в минуту, при мощности около 15 кВт. Первые модели линейки появились в конце 40-х годов. Станки были очень качественно изготовлены и продуманы до мелочей. Станки оснащались коробкой подач Нортона с двумя приводными комплектами шестерен. Но самое интересное, это конечно же конструкция коробки передач. Очень интересное и максимально необычное конструктивное решение для формы шкалы подбора скорости. Это своего рода линейка, которая очень напоминает советский логарифмический калькулятор, который присутствовал почти у каждого советского школьника. Центральная часть двигалась в продольном направлении, таким образом осуществив выбор как скорости вращения шпинделя, так и скорости продольного перемещения суппорта. И это еще не все. Определившись со скоростями в окошке, показывалась цифра с необходимым диаметром заготовки. Но не круто ли это? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok